Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Прошу прощения за мое отсутствие в последние дни. К сожалению, простуда дело такое. Очень надеюсь, что обойдется без обострения и мне не придется снова, скажем, на какое-то время выбывать из расстроя. Ну, пока что я снова с вами, друзья. Очень надеюсь, что вы отдохнули за эти непродолжительные три дня моего отсутствия. Отдохнули, может быть, отчасти от крайне насыщенного обзора, который мне приходится проводить. Многие отмечают, что можно и покороче, но, собственно, делается, друзья, как делается. В данном случае новостной фонд последних дней, возможно, отчасти вы за ним следили, совершенно ничуть, практически не изменил те тенденции, которые мы так детально с вами освещали последние недели. У нас по-прежнему есть достаточно оснований, чтобы и дальше покупать американскую валюту. У нас по-прежнему много причин, из-за которых мы делаем ставку на распродажи рисковых инструментов. У нас по-прежнему куча поводов, аргументов, из-за которых мы активно продаем нефтянку. Мне даже кажется, что нефть решила сделать нам подарок под закрытие 2018 года и дойти именно до тех уровней, которые нам, а с вами, нужны. Я думаю, что по бренду у нас более чем устроит поддержка 70 долларов за баррель и реально мы до нее можем добраться, потому что, в принципе, уже протестировали поддержку 75 долларов за баррель. Я думаю, друзья, то, что это еще не предел, снижение будет продолжаться. Конечно же, нас ждет какой-то период коррекции. На какое-то время я допускаю то, что инициатива снова перейдет к покупателям. Но в целом трендовой динамики это не изменит. Участники рынка подавляющей своей сущности и, собственно, основа этих трейдеров, делающих ставку, собственно, на коррекцию, она останется прежней, то есть с таким же прежним упором, что нужно ориентироваться на более ниже лежащий уровень, который, собственно, нефть обязательно сделает. Очень хотелось бы сейчас сделать большой акцент на то, что мы имеем сейчас на рынке нефти, но даже за последние три дня моего отсутствия, друзья, в принципе, ничего не изменилось. Участники рынка, как и работали с фундаментом, который связан с оценкой более слабых перспектив экономического роста, так и продолжают это делать. Трейдеры опасаются за то, что, в конце концов, слабая мировая экономика потребует меньше сырья, и это отразится на спросе. Это все действительно так. На нефти оказывает давление все-таки присутствующее еще, и, на мой взгляд, очевидное явное нежелание трейдеров активно рисковать. Это периодически прослеживается в обвале фондовых рынков. Да, сейчас американская фонда и не только растет, кстати, это происходит уже третью сессию подряд, но, уверяю вас, еще один, скажем, слабый отчет. И снова будет здорово, рынок полетит вниз и будет претендовать на обновление вот этих донных уровней, которые ему пришлось переписывать в начале даже этой недели. В общем, пока что очень временный такой перехват инициативы, но я рекомендую на него не поддаваться. Если вы обладаете искусством, друзья, отрабатывать любые коррекции и зарабатывать на этом, ну, вы большие молодцы. Я таким искусством не обладаю, поэтому привык мне имитаться, когда на рынке происходит движение не в ту сторону, которая, казалось бы, фундаментально более обоснована. И если вы сейчас растерялись, опять же, что делать дальше, я, чтобы далеко, опять же, не отходить от американского фондового рынка, уже давал вам рекомендацию о том, что если вас устраивает профит, вот, когда мы сделали 25 тысяч пунктов по Доу Джонсу американскому, это был хороший уровень. В принципе, его можно спроецировать на другие индексы, но с соответствующими, конечно же, значениями, я имею в виду, на тот же самый СНП, на NASDAQ, потому что коррекция и снижение американской фонды обвал и развитие нисходящего тренда, это не коррекция, конечно же. Они были сопоставимыми, там, американская секция потеряла в целом около 10%, и потом мы увидели, как эти настроения были переложены или перехвачены и на прочих площадках. В отношении американского фондового рынка я считаю то, что еще мы не увидели худшего, худшее грядет, друзья, к этому нужно, безусловно, готовиться. Чтобы вернуться к рынку нефти, повторюсь то, что мы с вами делаем акцент на более слабый экономический рост, мы с вами видим откровенное нежелание все-таки крупных игроков еще рисковать. По нефтянке у нас статистика, которую мы с вами продолжаем отрабатывать, кстати, торговая сессия среды миновала, у нас еще один отчет по запасам, соответственно, уже шестая неделя рост запасов подряд, запасы выросли на 3,2 миллиона, корреляция, между прочим, с API уже вырисовывается определенного формата. Я думаю, что на следующей неделе можно и даже будет уже руководствоваться, потому что вот сколько, 4, по-моему, недели подряд у нас сначала о росте запасов сообщает американский институт нефти, потом такие же цифры мы видим, но не такие же, похожие. И от администрации энергетической информации. Впереди, друзья, у нас новый месяц, фактически мы сегодня его с вами открываем, значит, у нас серия докладов от Международного энергетического агентства, у нас доклады от ОПЕК и от Министерства энергетики США по тому, сколько нефти добывается сейчас и какие планы по добыче есть. Я думаю, что на этих отчетах дальше по месяцу мы с вами еще неплохо сможем подзаработать, поскольку не сомневаюсь в том, что они в целом будут указывать только на одно направление, остающееся для нефтянки в приоритете, это продажи. То есть причин для снижения цен на нефть довольно-таки много, ну, единственный фактор поддержки это санкции против Ирана, они вступают в силу уже совсем скоро. 4 ноября, это дата, которая известна всем тем, кто следит за тем, что происходит на рынке нефти. Когда-то, помните, мы говорили о 4 ноября, как о дате, до которой очень и очень далеко. Однако, фактически нас отделяет от 4 ноября несколько дней. Друзья, эта дата очень быстро наступит, но изменится ли что-то на рынке нефти? Я думаю, что нет, уже все те, кто хотел глубже копнуть, оценили, чем чревато выбывание с рынка Ирана, ну, не в полном формате, конечно же, а частичным, скажем так. Так оценили, сколько мировая экономика не начитается, и при этом вот этот риск дефицита нехватки, он был полностью нейтрализован ростом нефтедобычи прочими производителями углеводородов, которые в последние недели и месяцы явно доказывают тот факт, что они будут сохранять высокую активность. Я делаю большую ставку на Саудовскую Аравию, которая не стесняется делать заявление о том, что у них очень много еще свободных производственных мощностей, и поскольку они отвечают за весь рынок нефти, они не допустят, чтобы что-то случилось с балансом. Я в Иран и в тему Ирана уже давно не верю, я строил, скажем, стратегию, что ли, либо идею торговли от обратного, никогда не поддерживал тех, кто ставит на то, что без Ирана все, конец на рынке нефти. Нефти больше не будет. Я, как вы помните, больше месяца, двух или даже трех месяцев назад предложил вам работать с тем, что Иран это совершенно не тот регион, который может представить угрозу для общего глобального предложения. И надеюсь сейчас, друзья, когда вы видите котировки в районе 74 долларов за баррель, а не 90, вы уже, ну хотите, не хотите, но должны принять позицию того, что были неправы, раз поверили в 100, 120, 150 долларов за баррель раньше, когда, собственно, котировки росли. Рубль 65.87, рубль для меня небольшая загадка, в принципе такая же, как и канадец, потому что все те фундаментальные предпосылки, которые сложились на рынке, они сейчас явно указывают на то, что и, ну в данном случае, рубль должен валиться, канадец, напротив, должен укрепляться. Однако этого пока что не происходит. Но мы видим то, что Центральный банк России проявляет стойкость пока что, видимо, есть ресурсы, чтобы поддерживать рубль на текущих значениях. Ну, я думаю, что Центральный банк России, собственно, так же, как и денежные власти, все РФ готовятся к худшим временам и понимают то, что наступит, собственно, период, когда давление на рубль будет настолько серьезным, что даже с учетом поддержки, которая оказывается, рубль все равно будет девальвироваться. И я считаю, что связывается вот этот период очень плохих времен именно с новым раундом финансово-экономических санкций против России. Есть отдельные заметки, комментарии о том, что Штаты вроде бы как придерживают лошади и не будут вводить пока эти санкции, но я считаю, что будут. Поэтому предлагаю готовиться к не самому лучшему закрытию года для рубля, может быть, такому же плохому, как несколько лет назад, когда рубль нес серьезные потери. Я допускаю, что как минимум 70 точно. Мы снова протестируем. Если вы разделяете такую же позицию, друзья, то, наверное, мои комментарии о том, что текущее значение крайне привлекательное для покупки валюты против рубля. Я, видите, комментарии излишни. Вы уже давно приняли решение о торговле, либо через, опять же, рынок Форекс, либо через физические покупки, и сделали именно акцент на то, что рубль против доллара и евро очень сильно просягнет. Я думаю, что даже на рынке нефти есть сейчас психологический рубеж, в том числе и для российских властей, когда просто опустятся руки. Может быть, это 70 долларов за баррель, когда рубль вынужденно будет реагировать уже и на слабость рынка углеводородов. До 70, конечно же, нам придется получить еще довольно много сообщений и разных инфоповодов, аргументов, чтобы все-таки дотащить нефтянку до этого уровня. Но, уверен, этот рубеж также не за горами. Доллар и иена, текущие котировки 112.89, друзья, покупаем. Здесь только один расклад, один взгляд в отношении американца. Личные расходы, личные доходы, отчет, который вышел в понедельник, крайне порадовали, в частности, личные расходы увеличились на 0,4%. Это, по-моему, седьмой уже месяц роста подряд. Очевидно то, что при такой динамике домохозяйство продолжит генерировать серьезный вклад в темпы экономического расширения. У нас на этой неделе еще куча отчетов. Кстати, сегодня прямо в 17.00. Статистика от АТСМ, активности в производственном секторе и также индекс разгона инфляции. Я полон оптимизма в отношении этих релизов. Ну и больше акцент я еще делаю на Non-Farm Perils, который уже завтра. Отчет, который порадует всех покупателей доллара, по прогнозам, темпы роста заработной платы могут достигнуть 3,1% с 2,8%. Если мы увидим показатели выше 3%, собственно, конкурировать с долларом не сможет никто. Поэтому я рекомендую держать длинные позиции, присматриваться к покупкам, если вы этого еще не сделали. Неважно, против иены, против рисковых инструментов. Доллар явно должен быть сейчас на коне и отыгрывать тот фундаментальный позитив, который на рынке складывается. Вчера у нас прошла довольно успешная репетиция Non-Farm Perils. Это статистика от ADP. 227 тысяч рост, 218 тысяч. Это прекрасные цифры, которые готовят нас к тому, что и Non-Farm Perils в целом не должен разочаровать. Но, как я уже отметил, друзья, я рекомендую больше даже последить не за темпами прироста новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а именно за темпами роста заработных плат. А здесь ожидания тоже довольно неплохие. Еще на рынке есть также и комментарии о том, что Трамп якобы готов обсудить возможность сделки с Китаем. Верите ли вы это или нет? Много уже было таких комментариев. Я лично услышал, собственно, рассказал и все и забыл. Мне этот фон не интересен, потому что я не вижу в этом каких-либо серьезных элементов, за которые можно было бы зацепиться. Я не вижу оснований, за которых последует, в том числе, и администрация США делом, засловом. Поэтому хотите ли вы рассчитывать на этот позитив? Ну, можете и рассчитывать. В данном случае, наверное, суть и дело так не меняет. Позитив фон в Африке, позитив для доллара, тоже это лишь возможность. И еще одна возможность, помимо статистики, собственно, сохранить длинные позиции и ждать ту же самую пару доллар-иенов, гораздо выше текущих значений. Евро против доллара. Лоу, который был зафиксирован буквально день назад на отметке 1.13.01, сейчас котировки 1.13.41. Друзья, предлагаю сделку селлимит с уровня 1.13.70. Я считаю, что очень хорошая возможность снова, скажем, продать евро против доллара в случае отката. Европейская валюта сейчас приободрилась вместе с британцем на заявлениях Терезы Мэй, которым буквально несколько часов о том, что соглашение по Брэкзасту будет достигнуто к 21 ноября. Я предлагаю оставить в покое вот этот фон. Друзья, надоело, честно говоря, обсуждать, есть ли основания для этого, на каком сейчас этапе находятся переговорчики ЕС и Англии, да не на каком. А, собственно, как не было условий, возможности выйти на компромисс, так их и нет. Тереза Мэй пытается спастись, хватается за спасательные жилеты, которые разбросаны по темзе. Ну, в целом, я думаю, что вряд ли ей это удастся. В конце концов, 21 ноября скоро наступит, и ей придется ответить за свои слова. Выйдет ли она на соглашение? Вряд ли, потому что, если бы были для этого какие-то предпосылки, был бы озвученный явный позитив со стороны Европейского Союза. Однако ЕС давно ушли в тень, они понимают то, что договариваться с Терезой Мэй сейчас уже нет смысла, особенно тогда, когда все чаще поднимают вопрос о том, кто заменит Терезу Мэй в свете фактически уже случившегося вотума о недоверии. Не знаю, что произойдет раньше, друзья, новые парламентские выборы, новый референдум по Брекзиту, ну и, скажем, удастся ли выйти на соглашение в текущей редакции. Брекзит — это третий вопрос, ответа у меня нету. Это лишь в целом то, что я озвучил, усиливает политическую неопределенность. И в связи с этим я считаю, что не нужно сейчас хвататься за любой рост британца в расчете на то, что наконец-таки пошло восстановление и сейчас британец улетит в космос. Пока что я считаю, что фунт нужно продавать, собственно, так же, как и европейскую валюту. По евро очень много плохой статистики, вы это знаете. Темпы экономического роста, которые были опубликованы во вторник, Коране разочаровали, 1,7% в годовом выражении с 2,2%. Все это отголоски провала в автопроме в немецком из-за сертификации по новым технологическим стандартам. Никак не удается обойти, собственно, очевидную проблему, которая угрожает, собственно, потери и серьезных оборотов по экспорту для автомобильных концернов, ведущего в эквиваленте валютного блока. Это еще одна головная боль в целом для ЕС. Хотя проблем, да и без этого, как вы знаете, друзья, так уж очень много. К итальянской теме мы, безусловно, вернемся. Напомню, что остаются фактически считанные дни, прежде чем Италия должна представить Еврокомиссии новый проект по бюджету. 13 ноября это крайний срок. Ну, возможно, успеют, хотя помним позицию премьера-министра Италии о том, что ничего они менять не собираются. И если Европейская комиссия хочет ждать 13 ноября, пусть они ждут. Потому что проект уже утвержден, и Италия будет действовать в рамках того документа, который уже был согласован непосредственно в рамках Италии, с учетом всех потребностей, нужд и обязательств, которые могут возникнуть также непосредственно для этой экономики. С тем, как работать по евро-доллару, уже разобрались, друзья. Как я уже отметил, sell limit 1.1370. По британцу тоже советую искать возможности для продажи, но никак не для покупки. Считаю, что нужно будет снова присматриваться к sell после того, как пара фунт-доллар окажется ниже отметки 1.28. Цель, я думаю, мы все равно вышлем 1.25, до нее остается не так уж и много. Сегодня суперчетверг для британцев, безусловно, учитывая то, что состоится заседание Банка Англии, состоится пресс-конференция Карми, голосование по процентной ставке, протоколы, пересмотренные прогнозы, все это должно привести в очень серьезное движение фунт. Но в конце все-таки торговой сессии я ожидаю, что волатильность, безусловно, устаканится, и фунт вернется к каким-то средним уровням, которые будут демонстрировать не раз сегодня в рамках торгового дня. Суваться, чтобы торговать волатильностью на рынок я бы не стал. Напротив, еще раз, если вас интересует фунт, оцените перспективы все-таки достижения соглашения по Бресту вследствие последних заявлений Терезы Мэй. Если вы, друзья, считаете, что соглашение будет, то как раз сейчас подходящее время для покупок. Но еще раз отмечу, что я являюсь представителем, скажем, другого лагеря трейдеров. Я не верю в эти комментарии. Лишь доношу вам позицию, которая на рынке есть, но и озвучиваю свое субъективное мнение, которое заключается в том, что соглашения не будет. Особенно в те сроки, которые были сейчас утверждены Терезы Мэй. Поэтому фунт ждет еще большое разочарование. И, соответственно, это разочарование лучше попробовать использовать, поймать, именно продав с локальных максимумов, которые сейчас, на мой взгляд, уже достигнуты парой фунт-доллар вследствие этого отката, которому фактически чуть больше одного дня. Поэтому сегодня день, да, если интересует фунт, ну давайте за ним последим. Завтра поговорим о том, к чему проведет голосование, какие прогнозы дальше по экономике. Но это все равно второстепенный фунт. Все, что движет британцам на текущий момент, это политика, но никак не макроэкономическая статистика. Из других инструментов австралийцы против доллара снова были близки к цели 0,70, но и снова мы не сделали этот уровень. Low 0,7019, сейчас актив пара австралийцев против доллара держится выше отметки 0,71. Друзья, давайте сохранять короткие позиции, тем более, что нам еще в поддержку последний отчет по инфляции, который указал на снижение индекса потребительских цен с 2,1% до 1,9%, еще одно подтверждение того, что политика будет оставаться мягкой. Мы следим за Китаем, где ситуация ухудшается с каждым месяцем. Не нужно, наверное, повторять вам о тесных торгово-партнерских связях между австралийцем, между Австралией и Китаем. Доллар канадец 1,3139. Ничто пока не вдохновляет канадца, ни комментарий Стивена Полова за то, что ставки будут повышаться дальше, ни сильный отчет по темпам экономического роста, ни данные по индексу цен производителей, которые указывают на рост инфляции, соответственно, на оправданный подход банка Канады к дальнейшему повышению процентных ставок. Канадец не хочет никак разворачиваться, даже тогда, когда доллар давал вроде бы как раз в обину, а все равно Канадец стоял, в принципе, на месте. Периодически мы видим даже пробросы пары верха, в частности, и сейчас уровень 1,3139. Я думал, что не доберемся до таких высоких значений. Однако они сейчас, собственно, на наших мониторах. На что можно делать ставку? Ну, пожалуй, на завтрашний отчет по рынку труда Канады в свете, опять же, контраста с данными по рынку труда США. Но не хочется сглазить, не хочется накаркать, опять же, вы понимаете, какого уровня, наверное, было бы более логично сейчас придерживаться по Канадцу в свете, опять же, последних отчетов и того, что было сказано на пресс-конференции руководством Банка Канады. Это уровни, которые явно по паре доллар-канадец находятся, ну, на мой взгляд, вот такой субъективный анализ справедливой стоимости оценки пары доллар-канадец. Это где-то 1,27-1,28. Ну, не те уровни, которые мы видим на текущий момент. Да, можно оправдать все снижением цен на нефть. Однако, почему же мы не росли тогда, когда котировки были на пороге теста 90 долларов за баррель. Вот тогда корреляция не просвеживалась, и сейчас очевидно. Не знаю, что происходит с канадцем. Друзья, остаются надежды, что все-таки какой-то отчет должен выступить триггером и, в конце концов, вправить мозги покупателям. Вот такой расчет он еще присутствует, и, вероятно, этим триггером может стать целый блок статистики по рынку труда канадскому, который будет публикован завтра. В общем, я сохраняю преданность коротким позициям по доллару-канадцу и жду пару ниже отметки 1,30 к концу этой недели. Друзья, на этом, собственно, все. Еще по содержанию текущего экономического календаря. Напомню, что очень много статистики по сегодня Англии в 15.00, в принципе, нас она ожидает. После этого мы переключаемся на данные по заявкам по с вами по безработице в США. И еще более интересные данные в 17.00 – это активность производственного сектора АСМ и индекса разгона инфляции. Это индикаторы дополнительного состояния американской экономики, хотя, наверное, нам, в принципе, уже и ничего не требуется. Мы знаем, насколько хорошо это дело в рамках Штатов, но не прочь, в принципе, получить парочку дополнительных аргументов, чтобы убедиться в том, что наша позиция покупки доллара против всех валютных конкурентов – это позиция, которая не должна быть подвержена никакому сомнению. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Увидимся завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok